Добрались уже. Давайте посмотрим, что делает репортинг. Репортинг, когда берет search-критерию, тут все хорошо. Он мог бы это делать с репозиторием, еще раз повторюсь, но работает с коллекцией. Берет свою репортинг-коллекцию старую, берет фильтр-пул, апплает фильтры. Фильтр-пул написан тоже интересно, чтобы вы понимали, это фича. Она конфигурится в DI, на сегодняшний день хреново конфигурится, потому что в двух совершенно разных модулях, даже в трех конфигурациях, одни и те же параметры. Я не знаю зачем, это все должно было быть сконфигурировано просто внутри UI-модуля, потому что все эти три модуля ставят одинаковые настройки. Ну, видимо, три разных человека писал. Тем не менее, вот они конфигурят фильтр-апплайеры. Их только два на сегодняшний день и есть, и все они в трех модулях повторены одинаково. Это regular и full text. Regular filter просто что делает? Вот так как фильтр засадмитил, просто берет этот фильтр и в коллекцию проксирует, кидает. А вот это слово regular, оно подставляется автоматически, если не нашелся конкретный. Что такое конкретный? И вот тут можно модифицировать. Это вот эти условия condition type. Помните? EQ, что там у нас еще есть? In, да? Not in, там, nin. Что там еще у нас есть? Не помню. Is now, less than, LT, там, да, кажется, LT и прочее. Вот что такое эти апплайеры. То есть под различный вид кондишена ты можешь писать свой вот такой фильтр-апплайер. То есть это, наверное, в общем-то правильно. То есть эти фильтры не именованы. Нельзя написать свой апплайер на какой-то конкретно именованный фильтр в зависимости от филда, например, который ты апплаешь. Этого, увы, нельзя. Хотя, может быть, кому-то бы и понадобилось. Разные апплайеры можно задекларировать только на разный тип, вот как добавить этот условие в коллекцию. Потому что один из них просто добавит это по колонке, а вот такой, как full text, сделает необычную процедуру. Сначала он пойдет в search, получит айдишники по результатам серча и добавит в оригинальную коллекцию только лишь условия по айдишникам. Потому вот эти два апплайера только на сегодняшний день и актуальны. Другие, кастомные, пока что никому не понадобились. То есть, в итоге, reporting коллекция возвращает объект. Объект с данными и вот, что с этими данными происходит дальше. Ой, извиняюсь, я не туда зашел. Get search results. И вот оно, search results to output. Вот эта вещь, которая недавно одному человеку полностью сломала жизнь. Его тут нету. И вот он не смог воспользоваться этой коллекцией вот из-за вот этого интересного проброса. Почему вдруг search results, когда мы взяли айтемы, мы у этого айтема все данные ищем в таком ключике, как get custom attributes. Почему мы не берем у айтема массив данных? Почему вообще, что тут вообще произошло? Почему у него вообще нет этих метров? У него столько get id и get custom attributes. То есть, и, соответственно, человек, который напишет свою reporting коллекцию и попытается использовать любую другую, тут его ожидает вторая проблема. Почему-то данные в ней должны быть только в custom attributes. Ты помнишь, что произошло? Ну, проблема-то такая, что мы пытались же делать все под унифицированные search адаптеры. Такие search адаптеры, как Sphinx, они не предоставляют данные из индекса, они предоставляют только id. А за данными ты уже влезешь в MySQL, но в свой постоянный data storage. Поэтому мы так и сделали. Ну и, соответственно, нет же проблем получить данные из custom attributes. Адинственное, что на extension атрибуты. Ладно, в общем, во-первых, вот почему. Потому что от коллекции, давай с этого начинаем. Мы делаем более милозвучные extension атрибуты, как только можно будет ввести Backlight Concompatible Chain. Давай так, мы говорим, что наш search API должен возвращать вот эти объекты. Вы их видите на экране. Это документ-интерфейс. Вот, что на сегодняшний день может вернуть только search API. Это API, я смотрю в папочку API search. И плюс кастом атрибута. И плюс кастом атрибута. И все. Просто данные были не могут. По-хорошему, опять же, тут должно быть написано extension, extensible атрибуты. Ну ладно, это не важно, там или здесь. Главное, что это может быть только ID-шник и extension атрибуты. И набор праведвольных данных. Ну почему это не get data? Блин. Почему не get data? Ты говоришь, search API не может возвращать данные, но при этом вопрос согласованности интерфейсов, потому что у айтемов обычные, которые возвращаются обычными коллекциями, у них вообще, на самом деле, я с тобой вот как соглашусь. Мне пофиг get data, давай вот такой метод. Надо согласовывать на уровне API интерфейсов. На уровне API интерфейсов это должно быть где-то extensible атрибуты. А где обычные? Почему только extensible? Ладно, в общем, вот такой вот тут у нас спор. И потому на сегодняшний день немножко с этим работать неудобно. В принципе, если вы не подкидываете свою кастомную коллекцию, работаете со всем нативным, что предоставлено, то вы этих проблем не заметите. По поводу додсу могу сказать, что ребята вот из внешней компании Phoenix Media, они сделали кэш на Elastic Search, используя наш интерфейс. Они получают все данные из продукта, используют генерацию, страницу продукта на основании данных адендации, используя наш интерфейс. Поэтому, ребята, это очень удобно. Еще ставьте плагин, чтобы вам исключить вот такой вариант, когда сейчас люди копипастят. Они все, что находятся в слове Data Provider, просто копипастят между модулями в надежде, что как-то заработает. Этот плагин показывает, что это не надо конфигурить уже, эти виртуальные типы, это уже не нужно, это можно удалять. И все равно все будет работать. Это отрифакторный. Вы уже отрифакторный? Только вчера взял этот майнлайн. Когда вы это отрифакторный? Ну, оно еще не в майнлайн. Ну, хорошо. Ну, вот. Ну, хватит. Вот репортинг, собственно, это центр Data Provider, который мы используем, переиспользуем. Все происходит с репортинг-инфраструктурой. Она не связана с… Еще раз, ключевые моменты. Она не связана с репозиториями. Она работает с индексами. Ей можно подсунуть свою кастомную коллекцию, но только лишь кастомную, которая должна имплементировать search-result-интерфейс необычный, а именно из search-API. Тот, в котором данные в айтемах отсутствуют, но на самом деле тихонечко присутствуют в методе get-extension-attributes. Соответственно, все-таки они там есть, и это хорошо. Ну, вот. Наверное, все. Вот это крутой метод, да? Конструкционный. Что это? У нас тут еще 10 входов есть, у кого есть пожарные, а что-то на долю его рассказать, або что-то. Есть шмотоклады, которые в Мейнлайне, кстати. Где-то там. У меня есть вопросы. Есть, короче, у нас интерфейс, групп-атрибут. Можно его открыть? Атрибут, групп. А, в котором несколько только филдов из всех возможных? Ну, это... Я вишный? Да. Нет, это модель. Подожди, подожди. Тебе интерфейс, дата интерфейс, да? Репозиторий, репозиторий, атрибут, групп. Итак, тебе нужен репозиторий. Да. Ну, здесь нет такого. Есть атрибут сет, атрибут групп, репозиторий. А этот имеющийся? Открою наследника его, которому я приму бить. Еще один? Ну, у него такой один наследник должен быть. У самого интерфейса? Ну, вот, вот это... Я открыл, это класс, имплементирующий интерфейс. Вот, да. Можно мне так? Я увеличу, когда мы дойдем до точки, вот так меньше сказать. Вот, есть метод getList. А, это же не тот. Это не тот атрибут. Тебе дата интерфейс, товарищ, репозиторий? Да. Дата. Ну, в дата интерфейс ты getList точно не найдешь. Да, там только был. Атрибут. Атрибут групп, интерфейс? Да. А, нет. А ты начал говорить, что ты хотел сказать, мы тогда найдем. Репозиторий, атрибут групп, только у него getList. Игорь, это не поможет, у него какой-то был. Опять где-то в вашем нем онлайн. Ты же про IEV атрибут говоришь, даже не про группы атрибуты говоришь. Это IEV? Это в модуле IEV, это... Атрибут репозиторий. Так это группа, атрибут просто. Вот этот? Вот, есть метод getList, интересно. И в чем проблема, в том, что у него есть джойн, который делает джойн с IEV. Про джойн процессор? А, обычный джойн. Второй джойн, да. Вот этот самый важный? Да. Вот, что интересно. Эта таблица содержит связь атрибута и атрибут сета. Это не, ну, это entity атрибут, да. Да, то есть вот этот метод, он не позволяет взять именно атрибуты, которые не находятся в ником атрибут сете. И с этим есть такая у меня проблема большая, потому что я сейчас пытался это немножко переписать. Мне нужно было только просто атрибуты получить. Просто здесь вообще, тут же никаких филдов не джойнится, то есть это inner join тут, да, происходит? Да, это просто inner join. Но мы теряем данные. Ну, понятно. И я пытался это переписать либо на lab join, но там просто есть места, которые используют гитлист. Либо в идеале как-то нужно гитлист упростить, чтобы не делать джойн, потому что мне нужен просто атрибут, а не joins. Нет, тебе нужно получить, потому что относительно сервиса у нас есть требования, что наши сервисы force grain, соответственно, получение атрибута ты должен сразу получать, являются они, входят они в какие-то атрибут-шеты или не входят. Просто конкретно в эту коллекцию надо... У атрибута нет метода getAttributeSet, он же может быть в разных атрибут-сетах, и у нас не нарушаем правила. Так нельзя. Ну, у нас, в любом случае, у нас, честно, это завязано логико-гридов, поэтому, скорее всего, чтобы в Backlamp-компатии бы вы это добавили... Каких гридов? В том-то и дело, что грид основной атрибутов не может пользоваться этим методом, он не сможет показать тебе все атрибуты. Он должен это просто дать возможность фильтровать по атрибут-сетам. Она left-join'ом должна идти? Вот. Мы добавим left-join в коллекцию, в тех местах, где логика уже сейчас падает, мы добавим в сетч-критерии фильтр по этому атрибут-сету, чтобы он был равен на loop. Ну, не по этому, а чтобы он не был равен на loop. Чтобы он не был. Так он там же много раз при-join'е, вообще, как оно join'ится? Ведь там же много записей на каждую из атрибутов. Я не знаю, как он сейчас начнём. Так там get-list покажи, в самой сигнатуре. Нет, что-то тут не то. Да, плохо. Так я не понял, мы тогда, какая-то вторая часть таких митингов, мы будем просто баги открывать. Ну, просто то же самое было. Хорошо, тогда будем внушать уверенность в том, что правильно. Открываем баги. Нет, удали просто его, и всё, и закривите. Смотри, человек дело. Ну, это не нужно, действительно. Тесты поправить? Она поломает. Ну, взагалей, если есть такие вопросы, то не ждем этого митинга. Подходим, посмотрим, у нас есть страница, domain structure and allocation, вики. Там написано, кто за какой модуль отвечает. То, соответственно, те, кто приходит, мы и скажем. Пичар, кажу, этот модуль по-прежнему не в том домене. Ну, неважливо. Но у нас есть команда Fox, и Володя доведается, с ним розыграться. В общем, да, это commerce services, Fox, кубличский Володя. А вообще, в новой, свежей версии дизайн-гайда для сервис-контрактов об этом есть специальная фразочка, что get-list и вообще все сервис-контракты не должны оплавить никакие рестрикшены на возвращаемые данные. Если есть какая-то сущность, и она хранит в себе какие-то данные, ее методы, get-list или get-data, должны возвращать все доступные данные, а любая фильтрация должна происходить или через критерии, или где-то там на лейере уже визуализации этих данных. Там ходят слухи, что вообще get-list будет по одной таблице работать, в которой уже пересобраны данные, которые нужны... Репортинг, что ли? Ну, там говорят, что есть какие-то новые... Все, давай, ты даже не ешь. А, это он свой проползал, в смысле тут рекламировал. Все питание есть? Дима, тогда давайте по... Хвилинка фидбека. Что сьогодні, что треба поменять в сегодняшний метод? Что не сподобнулся? Нотификашн заранее на нас. Нотификашн про то, что коли он будет? Да, да. Ну, пока что на данный момент мы...